Всем привет, с вами Влад. Как и обещал, снимаем серию коротких видеозаписей, как приготовить кальян. Как вы понимаете, за одно видео все не объяснишь, будем рассматривать конкретно каждый элемент. Сегодня я хотел бы объяснить о такой немаловажной вещи, как колпак для кальяна. Конкретно этот колпак, магазинный, который вы можете везде приобрести, не скажу, что очень практичный и функциональный. Как минимум, видеть одному кальян абсолютно не подходит. То есть смысла от этого колпака никакого. Поэтому будем делать вот такой вот функциональный колпачок, который довольно-таки компактный и удобный. В чем его преимущество? Опять же, это компактность, дизайн, конечно, у него не самый лучший, но довольно-таки аккуратный. Зато он очень практичный. Он подходит на любую чашу. Он гибкий и послушный. Снимаем чашу. Вот такой вот колпак мы получаем. Теперь расскажу, как его делать. Для этого нам понадобится фольга, чуть больше полметра. Желательно использовать несколько слоев, хотя можно и с одного. Просто чем больше слоев, тем больше он у нас прослужит. Ну и, допустим, уже в течение двух месяцев его активно используется. Наша задача сделать квадрат из фольги. Ну, хотя бы что-то похожее на квадрат. Вот, допустим, вот такой вот квадратик получился. Показываю быстро. Если что, вы сможете перемотать, не буду задерживать ваше время. Соединяем уголки. Кто занимался оригами, тому будет проще. Возможно, у него какой-то слой покруче колпак получится. Получаем вот такую вот штучку. И загибаем уже, придаем ему форму. Все, как видите, в течение минутки наш колпак готов. Как он работает. Наш колпак выполняет такие основные функции, как держать температуру угля, позволяет ее контролировать постоянно, в отличие от этого колпака. Все, что вы можете сделать, это накинуть и убрать его. Либо еще накладывать фольгу. Это не совсем удобно. Имея такой колпак, вы можете более по своему усмотрению владеть температурой горения. Объясняю, как это происходит. Вот наш колпачок довольно-таки тоже стильный. Не скажу, что он слишком наступает внешне. Мы имеем вот такой вот лепесток. Он у вас получится. То есть, во время раскуривания кальяна мы можем дать больше температуру, закрыв этот самый лепесток. Для того, чтобы у нас прогрелась чаша, прогрелся сам табак. Ну и колпак тоже набрал температуру. 2-3 затяжки вполне достаточно для того, чтобы кальян раскурился именно с таким колпаком. Далее, если вы чувствуете, что он набирает большую температуру и дым становится более густой и возможно сейчас начнет горчить, колпак приоткрываем и подбираем нужную температуру. В процессе курения вы будете понимать, что он для этого необходим. Но также еще защитные функции этого колпака. То есть, прямой контакт с углем и скорее всего он защитит ваш ковер. Даже если его закрыть вот так вот при падении кальяна, уголь не должен остаться там. Вот в этой чаше. Ну на этом все. Не буду вас задерживать. Далее пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующих сюжетах. Будем снимать, будем рассматривать подробно. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!